Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Вслед за супругом на жену и сына экс-чиновника Сергея Демина завели уголовное дело после оскорбления судьи. Уже не рада крыша над головой. В Алтайском районе жилье детей-сирот тухнет от канализационных вод. Он не хотел играть, он танцевал, но уже десятки лет выходит на сцену как драматический актер. Юбилей отмечает артист театра драма Александр Шубин. Более 4,5 тысяч активных жителей края проследят за процедурой выборов в эти выходные. В Барнауле создали региональный общественный штаб наблюдателей. Здесь будут транслировать информацию с камер видеонаблюдения со всех избирательных участков края. К слову, установка такого технического оснащения первая в регионе. Так и наблюдателей будет возможно следить за легитимностью выборов. Основная функция всех этих наблюдателей смотреть за тем, чтобы все было по процедуре, все было законно, все было правильно. При этом все это будет гласно, публично. Вся информация о любых там происшествиях, возможных каких-то эксцессов будет сразу стекаться, оперативно решаться. Вот за счет нахождения такого большого штаба. Мы поставили себе задачу сформировать такие условия, во всяком случае сделать все максимальное в этом направлении, чтобы каждый житель Алтайского края, даже находясь у себя дома, фактически был наблюдателем, просматривая наши информационные ресурсы. Мы создали информационную платформу «Наблюдатель-22». Это сайт в сети интернет, который интегрирован с соответствующим каналом на платформе Телеграм. Следователи возбудили уголовное дело в отношении супруги и сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. 10 сентября суд вынес ему жесткий приговор. 9 лет колонии строгого режима. После оглашения приговора близкие Демина высказались в адрес судей и гособвинителя нецензурными словами. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 297 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в оправлении правосудия. Более того, сына Демина подозревает в угрозах сотруднику ФСБ. Следователи проведут необходимые экспертизы, опросят участников и свидетелей. А между тем, общественность продолжает обсуждать приговор Демину. Многие называют его слишком жестким. 9 лет колонии строгого режима, при том, что фигуранты других уголовных дел получают небольшие условные сроки. Мы пытались разобраться, почему так происходит. Начнем с того, чиновники-коррупционеры, каких сфер чаще всего попадают в поле зрения правоохранительных органов. Некоторые эксперты говорят, в топе строители и дорожники. Вот эти государственные, так называемые, закупки, они довольно громадные средства идут. Ну, например, в дорожном хозяйстве. А в дорожное хозяйство, вот оно, допустим, закатали. А это же надо проверять. А что там закатали? Сделали подушку или из песка, сделали еще щебенку, еще сколько и так далее. Дороги, строительство. Медицина. Медицина здесь, ну, видите, здесь тоже, я бы сказал, даже не просто медицина, а так называемые государственные закупки. Так вот, о медицине вполне реальные сроки. По 8 лет получили в феврале сотрудницы онкоцентра. Три года они частями брали деньги за содействие поставщикам для нужд диспансера. Общая сумма взяток более 20 миллионов. А вот Ирину Долгову, вице-премьера Алтайского правительства, в августе приговорили к 3 годам условно. Она признала свою вину, ее ущерб государству 200 тысяч. Помогла знакомому получить дорогостоящие лекарства за счет казны в обход закона. Три условно дали и Стеллиштань, признала вину, возместила ущерб. Демин же получил 9 колоний строгого режима. Он с обвинениями категорически не согласен. Все неопытным глазом, если посмотрят, увидят, что действительно должностные лица, либо люди, которые имели отношение незаконно с должностными лицами, но почему-то получают абсолютно различные наказания за деяния, которые в принципе, наверное, схожи. Но я не соглашусь с этим, поскольку фактически, фактически, имеет место быть различные преступления. Один состав это мошенничество в особо крупном размере, второй состав это взятка. Ну там квалифицирующий признак был тоже в особо крупном размере. Соответственно, санкции, предусмотренные законодателям, они абсолютно разные. Ввиду этого у нас и происходит, есть такая разница колоссальная между наказаниями. К слову, коррупция среди чиновников уже никого не удивляет, но есть ощущение, что в последние пару-тройку лет выявлять взяточников стали чаще. Я бы не сказал, что что-то изменилось вот этого. Все эти фамилии, я вам рассказывал, это было и 5 лет назад, и 10 лет назад, и так далее. Другое дело, что происходит вот этот поиск равновесия, не подорвать устои государственной власти и в то же время как-то раскрывать коррупцию. И вот это наша реальная российская жизнь. Из реалий сегодняшней жизни Сергей Адемина ждет колония строгого режима, где он проведет 9 лет. До марта 2029-го, если не выйдет досрочно поудоб. Ходотайство он сможет подать только в марте 2026-го. Ну а пока сторона защиты готовит апелляционную жалобу. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Десятки сирот из Алтайского района боятся не проснуться. Квартиры, которые им предоставил региональный жилфонд, топят ядовитыми канализационными отходами. Валентина Аскерова пообщалась с семьями. Это по-русски сказать какашка. Это вот со всего дома. Здесь было вот все полностью затоплено. В этой квартире уже давно прописались насекомые. Предыдущие жильцы, дети-сироты сбежали, как только двухэтажка начала разваливаться и тонуть в канализационных прелестях. Тут все полностью было затоплено, как бы можем показать. Это все с января месяца здесь происходит. Приехал мужчина, сантехник, он сказал, что в доме находиться нельзя, потому что вот эти вот все отходы нашей жизнедеятельности, они излучают газы. То есть мы можем не проснуться ночью. Эта трещина идет с двух сторон, она на сквозная. Стены расходятся, полы проваливаются, потопы каждые три месяца. Причина ливней на поверхности – канализационная труба в землю не закопана. Именно независимый эксперт приезжал с Барнаула, он сказал, что это нарушение очень сильное, потому что труба как минимум 2-2,30 должна закопана быть, а по факту 27 сантиметров. Мы пытаемся, мы звоним, пишем, что решить как-то этот вопрос, потому что действительно и дети, и самим комфорта никакого нет. Сколько мы писали, сколько звонили, то есть результатов нет. Управляющей компании у дома нет. От проблемной двухэтажки все открестились. Сейчас она на балансе регионального жилищного управления. О бедах жители там знают, помогают. Назначили строительно-техническую экспертизу. Там проблема в системе канализации, то есть там при строительстве, когда дом строился, были неправильно выбран материал труб, то есть диаметр труб и глубина залегания данной трубы по системе канализации. А когда появится финансирование, ошибку застройщика исправят. Дом все равно, как бы он 14-го года, но все равно еще достаточно как бы новый. И вот эти вот усадочные моменты дают какие-то там трещины. Но они не являются какой-то там угрозой для жизни. Люди не согласны с мнением специалистов. Юристы советуют провести независимое исследование всего дома. Если в результате специальных исследований будет установлено, что данное жилое помещение непригодно для проживания, то, соответственно, региональное жилищное управление обязано будет расторгнуть договор и предоставить другое жилое помещение данным гражданам. Если этого не произойдет, жильцам можно обращаться в суд либо в прокуратуру. По опыту юристов, после вмешательства надзорных органов дела решаются в разы быстрее. Палитина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. В общежитии педагогического университета обещают доделать ремонт к концу сентября. Напомним, скандал подняли студенты вуза еще накануне 1 сентября. Первокурсницы выложили в соцсетях фотографии своей комнаты и коридоров. В общежитии сейчас идет ремонт. Девушки назвали происходящие бардаком, а после публикации фото в общежитии нагрянули надзорные органы. Чем все закончилось в итоге, расскажет Ирина Корчагина. То есть это вот состояние коридоров общее. В принципе, можем подняться на любой этаж, посмотреть. Общежитие педагогического университета. Именно отсюда разлетелись эти фотографии. Их сделали первокурсницы, которые после родительского дома сразу же окунулись в суровую взрослую жизнь. И иногда в ней бывает ремонт. Девушки назвали происходящее разрухой, как после бомбежки. Претензии были и к состоянию коридоров, и собственной комнаты. Как нам пояснили в вузе, капремонт здесь начали еще после майских праздников. Но сами же студенты попросили приостановить его, так как шум мешал им готовиться к сессии. Работы перенесли на июль, когда в общежитии уже никого нет. И по контракту подрядчик обещал сдать работы к 20 августа. Но в этом году в связи с последствиями пандемии, в связи с недостатком рабочих рук, в связи со значительным повышением цен на стройматериалы, подрядчики несколько притормозились. И подрядчики говорят о том, что да, мы понимаем, что вы к нам предъявите какие-то штрафные санкции, мы готовы их оплатить, но мы работы раньше, чем в такое время, мы завершить не можем. К слову, студентам даже предложили самим выбрать цвет стен. Сейчас работы на финальной стадии. Здесь поменяли электропроводку, освещение, сделали ремонт в коридорах, в туалетах, но не в самих комнатах. И, кстати, студенты, с которыми мы общались, считают нормальной практикой, когда ты сам для себя в своей же комнате делаешь ремонт, покупаешь мебель, занавески, клеишь обои. Ремонт в своей комнате я сделала сама, но когда я сюда заселялась, у меня примерно были хорошие условия, но мне захотелось что-то свое обустроить, вот так как комната за мной закреплена на протяжении пяти лет. Мы, как люди взрослые, понимаем, что ремонтные работы, они приносят те или иные последствия, то есть, к примеру, мусор, пыль. Мы это все контролируем сами. Вот когда заселились, мы сделали уборку. Я приехал после ремонта, у меня также все было чуть-чуть где-то не замазано, что-то такое. Я все отреставрировал, так сказать, и все стало хорошо, но в целом я потратил на это меньше дня. После публикации в общежитие нагрянули надзорные органы, в том числе и прокуратура. Обошлось без выговоров. В университете нас заверили, никаких санкций к тем первокурсницам применять не собираются. Да они уже и сами принесли публичные извинения и свой уголок уже обустроили. А подрядчик тем временем обещает закончить все работы к концу сентября. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком. У школы кикбоксинга «Стик» появился новый дом. После того, как детские секции запретили размещать в подвалах, спортсмены, родители воспитанников своими руками сделали тренировочную базу на втором этаже бойлерной. Артем Гусельников расскажет, через что пришлось пройти папам, тренерам и детям ради спорта и кто в этом процессе помогал энтузиастам. Современный светлый спортзал вместо мрачного подвала. Именно такое изменение коснулось школы кикбоксинга «Стик». Секция, где занимаются почти 300 спортсменов, переехала в новое здание теплового пункта. Кикбоксеры получили целый этаж на безвозмездной основе с одним условием – самим сделать ремонт. Теперь истинно народная, стройка окончена и, по мнению атлетов, залов такого уровня в крае попросту нет. «Все, что я видел, все, что я знаю, это на сегодняшний день, наверное, самый лучший зал в Алтайском крае. Не побоюсь сказать, что в городе. Потому что такой красоты, такого качества исполнения вы, наверное, еще пока нигде не увидите. Мне кажется, на лучшем уровне все, абсолютно. Душевые, раздевалки, все супер. Занимаемся босиком, во всех залах занимаются обувью». Возможность заниматься без обуви лишь в специальной защите, говорит спортсмен, позволяет лучше чувствовать ринг. Но еще недавно тренироваться приходилось в кроссовках и в помещении без вытяжки и окон. Изменить ситуацию помогло обращение к местной власти. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев поспособствовал установке системы вентиляции и привлечению других благотворителей для совместной работы над проектом. «Могу сказать, что ничего не делалось здесь в ущерб качеству. Все по самым высоким стандартам». Теперь новый зал ждет новых воспитанников. Как говорят сами спортсмены, на руку даже расположение. Вокруг спальный район, а значит дети смогут добираться пешком. Современные условия и профессионализм тренеров верят в стики. Помогут спортсменам выйти на новый уровень. «Я уверен, что этот зал даст дополнительные возможности для повышения результата. То есть я думаю, что результат не заставит себя ждать. И мы скоро увидим новых чемпионов у нас в городе Барнауле в Алтайском крае». А нынешние спортсмены смогут проявить себя уже совсем скоро. В 2022 году в Барнауле пройдут чемпионаты первенства России по кикбоксингу в разделе «Фуллконтакт». И новый спортивный зал должен существенно помочь в подготовке к этим соревнованиям. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. В арбузе, которым отравилась семья из Москвы, нашли вещества для дезинсекции. Вещество использовалось для обработки помещений магазина. Об этом сообщает ТАСС, ссылка на Роспотребнадзор. На днях семья из столицы отравилась арбузом, бабушка и внучка скончались, мама девочки была госпитализирована. Расследование продолжается. Наверное, сейчас у многих из нас появилась новая фобия – страх отравиться полосатой ягодой. А тем временем в Алтайском крае с начала года специалисты Россельхознадзора проверили уже около 700 автомобилей из Казахстана и Кыргызстана, которые перевозили бахчевые. В августе, например, всего за одну неделю инспекторы запретили ввоз 64 тонн сухофруктов, 40 тонн арбузов и другой подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. С начала года специалистами управления Россельхознадзора на российско-казахстанском участке границы было контролировано порядка 13 200 тонн бахчевых культур при импорте. Из них 1700 тонн было возвращено. Добавим, что бахчевые культуры считаются продукцией с высоким фитосанитарным риском, то есть это были потенциально опасные продукты. Также специалисты следят, чтобы вместе с бахчевыми на территорию страны не попали вредители и различные болезни растений. От зала хореографии до большой сцены свой юбилей празднует артист Краевого театра драма Александр Шубин. В честь его 50-летия театральная труппа специально подготовила поздравительный мини-спектакль. О творческом пути артиста и о том, как прошло поздравление, расскажет София Яценко. Больше всего я обожаю Александра Юрьевича за его порогатистый голос. За голос, за юмор и, конечно же, за неоспоримый талант. Александра Шубина коллеги по сцене любят по-особенному. Отсюда и такой формат поздравления с днем рождения. Креативный, шуточные сценки, пожелания и слова благодарности. И все это для него. А ведь когда-то Александр даже не подозревал, что станет актером. По его словам, в профессию пришел благодаря режиссеру Владимиру Золотарю. Здесь скажи одно слово, там скажи два слова. И так постепенно он сделал из меня, говоря, что он на сцене актера. Я поначалу даже отказывался разговаривать. Ну, потому что, как бы, не моя профессия. По образованию Александр хореограф. За свою карьеру он успел поработать в ансамбле народного танца, в военном ансамбле и даже был балетмейстером в Новосибирском музыкальном театре. В драму Александр пришел больше 20 лет назад. И сегодня без него здесь не обходится практически ни один спектакль. Мы с Александром Юрьевичем знакомы со студенчеством. Он был нашим педагогом по хореографии. Сейчас мы с ним коллеги. Я думаю, что это один из самых незаменимых людей в нашем театре. Он актер, он хореограф. Да и просто он очень хороший человек. И я думаю, что все присоединятся, что мы желаем здоровья, счастья и интересной, долгой работы в нашем театре. Я люблю его! Я люблю! Мы все его любим. Еврей-могильщик Баптиста на счету актера множество самых разных ролей. Мы с ним постоянно жили на гастролях. Ну вот, вместе, вместе варили там супы и каши. Как бы даже быт был у нас совместный. Вот. Ну что о нем сказать? Замечательный человек со своей харизмой, со своим юмором. Приходишь в театр, слышишь его смех. Шубин в театре. Также артисты отмечают и его способность подобрать ключик ко всем своим ученикам и коллегам. Люди как-то меняются. А ты находишь какой-то творческий, человеческий язык с ними, с такими разными. Ты знаешь, что быть нужным – великое дело. Ты можешь многое, но суть твоя, творчество, Сашка, живи. Быть нужным, востребованным. В свои 50 лет артист играет порядка 11 ролей в самых разных спектаклях. Кроме этого, успевает преподавать и ставить хореографию. К слову, Александр всегда был активным. Продолжает оставаться таким и сейчас. С юбилеем поздравляю и 100 лет прожить желаю. Если, Сашечка, больше жить хотите, то, пожалуйста, живите. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком. Предметы быта и украшения времен античности привезли на Алтай с Ростова-на-Дону. Среди них доспехи и украшения скифов и древних греков, которым больше двух с половиной тысяч лет. Выставка золота донских степей уже готовится к открытию в Государственном краеведческом музее. Анара Шагирова первая увидела привезенные экспонаты. В Алтайском краеведческом музее сравнивают привезенные экспонаты с новогодними подарками. Уж больно похож процесс распаковки своей неожиданностью. Одна вещь любопытнее другой. Здесь украшения, доспехи и предметы быта. Им больше двух с половиной тысяч лет. Принадлежат они скифам, которые жили на территории нынешней Ростовской области. Оттуда и доставили драгоценности. Мы сейчас имеем возможность показать единство и различие вот этого громадного скифского мира, который простирался от горных хребтов Алтая и Тувы до берегов Дуная практически, захватывая гигантскую территорию Северного Причерноморья. Скифы были кочевниками, но ученые до сих пор ломают голову в их происхождении. Да и выявить предков этого народа сейчас очень трудно. Однако музееведы заверяют, алтайские скифы были намного симпатичнее, сильнее и тучнее. А те, что жили по соседству с древними греками, атлетичнее. Об этом можно судить по найденным доспехам и даже фрагментам одежды. Мы привезли гарнитуры просто, как рядовых скифов одежду, так и парадную одежду царских скифов у нас были найдены на Дону погребения. К тому же среди экспонатов есть и предметы, соседствовавших со скифами греков. Вот, например, чернолаковая керамика. Эту вазу собирали буквально по частицам. Но большая часть предметов из золота и бронзы. Их везли на Алтай с особым трепетом. Бронза более капризна в отношении климата, например. И есть такие регионы, куда мы не привозим бронзу. Мы привозим золото, но не привозим бронзу. Потому что бронза очень чутка влажности. Ну, например, на Сахалин бронза не путешествовала, да, конечно. Потому что там не бывает влажности меньше, чем 80%. Впрочем, все экспонаты до открытия выставки показывать не торопятся. В музее сохраняют интригу. Но говорят, что интересно будет и мужчинам, и женщинам, и детям. Полностью проникнуться в скифской культуре и посмотреть на золото донских степей можно будет с 16 сентября до 21 ноября в Краевеческом музее. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.